Боец из Соединенных Штатов Америки, штат Калифорния. 24 года, вес 113 килограмм, рост 183 сантиметра. В 13 боях одержал 10 побед. Чемпион Грати Open Championship по джиу-джитсу. Чемпион Калифорнии про муай-тай в открытом весе. Чемпион Калифорнии по вольной борьбе. Ветеран турниров Беллатор. Из Конкорда, Калифорния. Рой. Черный динамит. Ботан. Классовый углу ринга боец из Санкт-Петербурга. 23 года, вес 107 килограмм, рост 198 сантиметров. В 14 боях одержал 10 побед. Обладатель Кубка России по боевому самбо. Чемпион Европы по боевому самбо. Денис Галецов. И Александр Коршунов выгодит. В ударной технике я бы Рою не советовал с ним соревноваться. Но я думаю, что она сам это прекрасно понимает. После команды стоп не работаем. Все действия по правилам. Поприветствовали друг друга. Удачи обоим по углам. Good luck. Существенно, конечно, тяжелее он Гальцова. Сколько, кстати, дает ему базовый вес сейчас. Но, с другой стороны, Дениса повыше. 114 было. 114 динамит. А у Гальцова 103. Ну да. Где-то так и есть. Хороший плюс 10. Поехали. Давайте смотреть. Все-таки мейн-эвент. И каким он получится любопытный. Будет беречься американец. На мой взгляд, хотя и сбрасывать со счетов его ударную технику, в общем, тоже не надо. 113 не лезть на тренинг. Он довольно легкий. Если его... Ну, по крайней мере, пока. Двигается достаточно легко, да. Денис имеет определенные преимущества в длине конечностей. Почти что 2 метра рост у Дениса. Попал коленом и выпали. А, кстати, канаты можно порвать совершенно спокойно. Будет забавно. Ух ты, ух ты, ух ты. О, как умею. Попал коленом. Попал коленом, причем довольно жестко. На секунду даже болтанул Руэ. Сейчас, если не с ним не давать себя так трамбовать очень жестко. Можно попробовать. Идет, идет зацеп. Почти получилось. Не получилось. А вот сейчас доминирует. Перевел и все-таки упали оба на бок. Но получилось выйти сверху. У Роя Денис находится снизу. Молодец. Сейчас подвернулся. Да, делать позицию. Но Денис грамотно защищается ногами. Выходит, контролирует своего оппонента. Выходит в гард. Роя молодец. В этом плане сейчас он будет работать, что называется, на результат. Пытаться. Протонись на ногу. Ах, как было бы хорошо. Ох, фух. Попал. Попал. Вы смотрите. Довольно жесткость такого полускачка. Правый такой крюк, не крюк. Ну, зашел. Зашел. Точно ударил. Надо сейчас Россияну чуть-чуть повнимательней. Потому что вторая подобная подача вполне способна в нокаут отправить. Ну, что, его, я имею в виду, сейчас американцы, имеет смысл помучать немножко. Повозить. 113. Тяжелый. Есть лишний вес. Есть проблемы с кондициями. Ну, если они могут не быть. Конечно. Лишний вес – это всегда проблема с функционалом. Попытка Дениса встать. Но у него все-таки он нормально. Ну, вот не надо только пускать. Выпускает в маунт Денис. Надо что-то делать. Надо что-то менять. Конечно. Сверху все-таки спортсмен, который больше тебя весит. Еще плюс владеет джиу-джитсу, может сделать болевой прием. Ну, здесь что он сейчас будет? Упал бы это ключ. Да, ключик. Денис, пихарнирует. А учитывая массу ключик, то может и получиться. Может, может. Ну, 45. Выпрями, выпрями. И никогда не сделает его никогда в жизни. Опять маунт. И опять маунт. Хорош, хорош, хорош. Да, иди, иди, иди на него. О, отлично. Это получается. Будет вставать надо. Попытка, да, Роя, встать. Или изменить позицию. Плохая идея. Вот это хорошее. Оба спортсмена встают. Колено в печень втыкает сейчас Разик Денис. И, в принципе, лишний раз туда постучать будет очень даже не вредно. Видно, что теряет силу. Очень серьезно теряет силу. Он сейчас уже американец. Хорош. И сейчас вот отконтролировал рукой. Молодец сейчас. Бот он, потому как не выставил. Там колено в голову летело прям дорогой душой. И на себя бросает Рой Дениса. Под концовочку. Хорошо. На себя. И на тебя. Попытка Дениса сделать ключ. Ногу надо... Нет, нет, нет. Не получится. Не получится. Закрыта у него нога была. Испан сразу сбоку лежал. Мог бы пойти. А так сейчас просто времени не хватит. Да, первый раунд закончен. Ну, кстати, бодро. Бодренько так, бодренько. Безо всяких. Бот он показал, за счет чего он собирается выигрывать. И Харитонов. Плечик урбанок с пенсой. Девушка с табличками. Не дай этих красот сейчас, безусловно. Вот оно. Вот знаете, что вспоминается? Вспоминаются слова одного из тренеров, Павла Евтушенко, если быть конкретным, по кикбоксингу, тайский бокс, представитель сборной команды Украины. Мы с ним знакомы довольно давно. Вот он рассказывал на тему того, когда идет пауза, вот это все в углу. И он говорит, я всегда объясняю своим спортсменам, ты сидишь уставший в углу, и тебе сразу понятно, где ты на тренировке халявил, где ты недоработал, где ты на подкачке немножко не то делал, что надо, что тебе тренер говорит. Где ты физические кондиции, ну, на физо плохо работал, просто плохо, не подкачивался, думал, да ладно, типа, и так сойдет, я устал. И вот сидишь в углу и понимаешь, вот ты устал ровно потому, что все это не делал на тренировке. И сейчас, я к чему эту мысль вспомнил, о том, что Рой Боттонова сидит. Скорее всего, эти мысли в голову-то лезут. То, что что-то как-то, может быть, вот эти пара-то тройка килограммов, ну, совсем никак. Намного более легкий пока Денис, если он нежданщик сейчас не будет пропускать. Выбрасывает вперед колено, пробивает по корпусу Рою. Рой очень низко держит руки. Ну, очень тяжелый удар, вы знаете, левый миддлкик туда, то, что он заряжает по корпусу. А вот, кстати, хорошая мысль, есть шанс задушить, есть шанс задушить, поскольку... Он бросил, видите, сразу вышел из ног в положение сбоку. Да, здесь не задушил. И плюс, Денис даже не попытался подвернуться, просто он держал шею. Сейчас Рой находится сбоку. Стоит колено, выходит в маунт. Денис пытается сбросить его, но у него это не получается. Ну, вот что называется план на бой, который у Дениса сейчас, на мой взгляд, реализовывать не получается. Почему? Для него вот такой партер, ну, понятно, что если оппонент на себя в маунт запустил, получаешь вот такую подачу еще по голове. Это явно не то, на что ты рассчитывал. Ну, конечно, сверху сидит 114 килограмм. Вот попытка Дениса. Ну и что? Прищеми ему ахилл, попробуй. Почему нет? Сбрасывает он Роя, забирает ногу. Ну, ну что, будет пробовать? Нет. Встает. Ушел вставать. Ну, не так же вальяжно-то. Да. Там спортсмен-то не последние сотни мирового ММА. Уж так-то надо побыстрее вылезать, если ты встать-то собрался. А вот в этой вязкой, в такой удушающей абсолютно борьбе, в таком темпе Денис будет проигрывать. Нужна подвижность. Тем более, что он получает вот эти самые тяжелые удары. Попытка закинуть треугольник со стороны Гольцова. Не получилось. Да, не получилось. Корпус голова попал. На середину. Да, уже непосредственно спортсмены начали вылезать за пределы ринга. Рейфери возвращает их в эту же позицию, в центр ринга. Рой, черный динамит находится сверху. Денис защищается гардом. Ну, конечно, надо из-под него уходить сейчас. Надо обязательно уходить, потому что в данной позиции это путь к проигрышу. Он внизу. Под более тяжелым оппонентом, которому, в принципе, ничего делать не надо, кроме как бить. Раз попал, два попал, три попал. Накопилось и уже уны. Ну, второй раунд, и ты внизу. И в каком бы состоянии, как бы ни выглядели американские спортсмены, у них именно функционал – это база. И он стоять будет до последнего. Я очень давно не видел спортсменов среднего, это бы среднего американского уровня. Ну, если не брать фриковские варианты, которые по кондициям не способны были бы бороться с 3 по 5 работать. Довольно плотный, вязкий такой, мучающий вариант. В стойку, в стойку, в стойку, в стойку. Секундантов немножко строят сейчас, Ашат. Куда? Ага, задышал. Задышал. Ну, конечно, он сейчас... Сразу в ноги, да, не будет он работать в стойке. И его эта тема. Я имею в виду, Роя, да. Роя, да, 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 конечно. Денису, наоборот же, выгодно. Провести поединок в стойке, но, к сожалению, у него пока это не получается. Дает он опять себя перевести. И... И что? Такой вот, да. Бой опять принимает такой затяжной характер. В общем-то, Рои переводит и делает там по минимуму. Правильно действие рефери, поднимает стойку. И вот здесь, 18 секунд, можно попробовать Денису Гольцову все-таки что-то придумать на ударах. Ну, подотек немножечко, подотек. Руки забились, ноги забились. Он сейчас пытался поднять вот руки, выбросить что-то из стойки, там, какую-то комбинацию. И у него не получилось. Не пошла рука уже, просто не пошла, он забился. Поэтому сейчас надо, ну, за неумышленный удар в пах, там, легкое устное замечание. Но, тем не менее, третий раунд здесь, конечно, надо будет забирать. Вы знаете, мое мнение, вот в стойке нужно Денису больше бить снизу. Например, правой снизу именно кулаком. Не коленом, а именно кулаком. Почему? Аровий, в общем-то, достаточно высоко держит подбородок, руки низко. А удары снизу, они опасны чем? Их не видно. Если прямые удары, они все-таки видны, то удар снизу, он практически не виден. И к нему добавлять удар сбоку. Вот здесь можно попробовать все-таки таким образом попасть. Все-таки достаточно легко проходит длину рычага Дениса Гольцова рой черный динамит Боттон. Удается ему постоянно пройти и бросить. Денис совсем практически не бьет снизу. Единственной попытки его на этом попыще колено. Но колено, оно не такое быстрое, как рука. С другой стороны, один раз попал, и больше не надо. Согласен, согласен. Ну вот, я бы рекомендовал Денису все-таки побольше поработать именно кулаками снизу. То есть побоксировать. Да, интересная мысль. И не надо, не надо постоянно. Вот Денис, смотрите, поддавливает, поддавливает. Легче на челночке. Заставить нужно пойти Боттона с атакой. И вот здесь, после того, как его провалить на ногах, и вот здесь встретить. Когда Денис начинает его поддавливать, Боттон смещается, смещается назад. Как только Денис пошел с длинными, там, с прямыми, он сразу же делает резкий вход и переходит в захват. Вот имеет смысл с ним бороться? Да нет, никакой. Да нет, конечно, нужно вставать. Он сейчас опять перекатит. Нужно вставать. Ну что? И не надо на спину. Зачем? Треугольника здесь нет? Нет, нет, здесь сразу, видите, как только нога оказалась на шее, Боттон сразу начинает забегать в сторону, защищается, сбрасывает ногу. И опять они возвращаются в то положение, в котором находились практически. Слепанов, посмотрите. Вот здесь свип, да. Колено заведи, заведи. Ох, не может, не может удержать Денис позицию. Хороший сделал переворот, да. И сейчас пытается сбежать от него Боттон. Сила, понятная, тоже не беспредельная, нельзя работать с такими весовыми донами в одном темпе. Хорош. Тунок. Все-таки. Ну вот смотрите, Боттон пытается напасть на руку. Тимур попытаться сделать? Да нет. Не получится. Ну, никак. То есть, из этой позиции, на мой взгляд, никак. Тем более на фоне усталости, тем более, что у Боттон все-таки довольно-таки прямолинейная манера. Или вставай, или не вставай. Или тогда на спину. Потому что он постоянно сзади американец накатывается. Вот, 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 отлично. Отлично. Здесь прекрасно умеет бороться все-таки Кубик России по боевому самому чемпиону Европы. Все нормально, Спарта. Высекающий в лучших традициях, вы знаете. Кикусин каратэ. Лечик Урбанов сейчас, наверное... Денис не идет. То есть, перевел, высит и не идет. Отброс ног. Сразу за спину нужно идти. И надо оставаться перед ним. Он хватает ногу, Боттон, и постоянно накатывать начинает и кладет Дениса на спину. Здесь попытка не удушение сделать. Север-юг. Ну, да, ну, ну. А попробовать. В этой позиции, в принципе, если просто лежать, соперник тебя не скинет. Нет, не там, конечно, сильно. И сила, и устали уже. И третий раунд заканчивается. И... Бить, бить нужно. Бить, бить, конечно. Бить. Сейчас, может быть, не надо придумывать. Фиксировать корпусом и только бить. Постоянно бить. Не надо возиться с ним. Маунт. Ну, давай, 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 колено. Попытка тренингольника. На руку, на руку, на руку, на руку. Тяни, 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 тяни. Угол не пил. Здесь на плату можно было попробовать. Обидно. Могло, кстати, получиться. Причем, хорошо так могло получиться. Чуть-чуть с позиции перемудрил, на мой взгляд. Денис, все уже получалось. И опять Денис находится внизу. Ну, здесь скорее... Ну, да, внизу, а что ли? Сейчас поднимет. Неплохая была атака со стороны Дениса Горецова. Горецов сейчас молодец. Заставил он понапрягаться своего оппонента. Хорошо, вот этот кусок он выиграл, конечно, целиком. И тоже на очень большом желании его. Давай, давай. Ну, сейчас, секунду, подожди. Пайкик оттуда попал. Нацепанул, скажем. Ну, да. Не, ну, силы сейчас остались уже только на одиночный удар практически. И попытка под занавес еще забрать тейкдаун. Получится, будет грустно. Получилось. Да, опять переводит Рой Боттон Дениса Горецова. Партер. Ну, и таким образом все и заканчивается. Бензин здесь кончился. Денис молодец. Полный себя уверенно борется. Ну, 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 влезь на него сверху. Отлично. Заканчивать в маунте – это очень-очень хорошо. Здесь под концовку и болячку попытаться. Второй раз за поединок или третий даже Денис делает свип с помощью этого приема. В общем, есть определенные наработки. Он у него получается молодец. И получается хорошо. Я так очень уверенно его делаю. Тем более, тем ценно, что в концовке вот эти самые 113-115 перевернуть и сесть сверху. Это еще и судьи пускай смотрят, кто в концовке оказался наверху. Ну, и в общем и целом. Ну, что, Дмитрий, а теперь я вам задам провокационный вопрос. А кто? А как судить будет? Ну, достаточно ровно все. Вы знаете, вот в таком варианте здесь, конечно, ну, я сейчас с вами сидел здесь, не делал пометки. Достаточно все ровно. Ну, затрудняюсь. Затрудняюсь. Ну, что показалось мне по раундам? Первый. Покручиваю просто эпизод. Мне кажется, Денис не выиграл первый. Не, не, не. Первый, скорее, проиграл. Давайте так. Второй, скорее, Денис выиграл. Там и атак уже побольше, и контроля побольше. Ну, а в третьем здесь надо смотреть по трикдаунам в основном. Как мне показалось, Гольцов сделал немножко больше, что он заставил, чтобы защищаться. Хотел бы, чтобы вы сейчас еще раз поаплодировали этим замечательным бойцам. Чего, бой получился неплохой. Я единственный не очень понял, на что Денис заряжался. То ли на ударную технику, то ли на парта. Хочу пригласить в ринг героя предыдущего боя предыдущего турнира тех Крип ФСИ. Попыток завершить приемом. Это правда такой момент. Побольше он пробовал делать. Легенду российских смешанных единоборств Сергея Харитонова. Сергей Харитонова приглашал заявлять уже ранее о том, что... Я думаю, что мы его увидим скоро. Все-таки отдадут Гольцову. Небольшим, но Гольцов. Ну, по совести, да. По совести. Ну, просто в третьем раунде ему больше хотелось победить. И то, о чем вы повезете. Можете результаты поединка? Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал... Денис Гольцов! Санкт-Петербург! Ну, отлично. В принципе, по делу, как мне кажется. По делу, потому что, ну, Боттона победили в большей степени кондиции. Ну, наверное, не самый зрелищный бой, но соглашусь с вами.